Здравствуйте! Продолжаем нашу пресс-конференцию. Преждевременная эякуляция или семяизвержение во время полового акта. Чувствуете, да? Опять говорим с вами о преждевременном семяизвержении. Почему она случается? Это лень? Неумение мужчины контролировать себя? Или физиологическая особенность? Помните, мы с вами, когда касались этой темы, все время говорили о том, что какие-то причины могут быть, или одно, или второе. Кто-то даже приводил в пример, что это после недержания мочи в детстве. Я говорила, что нет, это нормально, или что-то там такое после простатита. Нет, здесь совершенно другой формат вопроса. Это лень, неумение мужчины контролировать себя или физиологическая особенность. То есть человек здесь спрашивает поведенческие это моменты или физиологическая особенность. Значит, сразу скажу, начну с середины. Умение контролировать себя – это или особенность, которую можно в себе выработать с молодого возраста, или это особенность, которая дана, как говорится, свыше. То есть есть такая категория мужчин, которые могут как-то отвлечься от процесса, если им нужно подольше контролировать себя и совершить полуакт подольше. Если человек этого не может, то он этого не может. В зрелом возрасте этому научиться можно, используя всевозможные упражнения, сексуальные техники, но довольно сложно. А если с молодого возраста себя приучать к контролю, то, в принципе, это очень полезно. Во-первых, для себя, чтобы иметь возможность удовлетворить партнершу, чтобы контролировать себя в плане предохранения. Но если этому целенаправленно учиться с молодого возраста, то этого достичь можно. Но сразу скажу, у нас нет такого менталитета в стране, нет такой практики, чтобы отцы своим детям говорили, ты вот давай, давай, ты вот просто так там сидишь, ты начинаешь мастурбировать с такой целью. Особое внимание уделяй вот этому моменту, это тебе в жизни пригодится. У нас, еще раз повторяю, такой практики нет. В изиатских странах есть. Так, и лень. Что такое лень? Вы знаете, лень – это такое понятие, которое, ну, как бы осуждается обществом, да? То есть, если человеку лень, значит, он не хочет пойти навстречу просьбам женщины, допустим, да? А если человеку не лень, значит, он просто не может. Здесь такая грань очень тонкая. Если тебе лень учиться, то есть, позаботиться на эту тему, какие-то техники сексуальные, новые применить или разнообразить, тогда да, я считаю, что такой мужчина действительно ленив, виноват, и обвинения женщины в лени здесь обоснованы. А если вот как он не пытался, он не может и все, значит, это, да, это не лень, это такая врожденная особенность, он не может. Или физиологическая особенность. Ну, вот я и говорю, насчет особенностей. Значит, физиологическая такая особенность, вот у него не получается себя контролировать и все. Или симптом какого-то заболевания. Вот. Но вам нужно идти здесь к врачу. Сами вы у себя никакой симптомы, заболевания это или не заболевания не идентифицируйте. Здесь должен только врач для вас постараться. Итак, подведем итоги. Значит, преждевременное семяизвержение – это неумение мужчины контролировать себя или симптом. И то, и другое. Сходите к врачу, убедитесь, что вы здоровы. А насчет неумения контролировать себя можете поинтересоваться, какие существуют техники для удлинения полового акта, для улучшения самоконтроля в этой ситуации и посовершенствоваться в их исполнении. А теперь пока.